Добрый день! Сегодня мы начинаем рассматривать такую важную тему, как конденсатор в цепи переменного тока. Как известно, переменный ток в металлах представляет собой колебательные движения электронов, то в одном, то в другом направлении. Если к источнику переменного тока подключить конденсатор, то его вкладки будут периодически заряжаться и разряжаться электронами, как показано на рисунке 8.11. Несмотря на то, что электроны не проникают сквозь диэлектрик, во внешней цепи их движение колебательное, то есть протекает переменный ток. Сопротивление, которое конденсатор оказывает переменному току, называется имкостным сопротивлением и измеряется в Омах. Оно обозначается буквой ХС и вычисляется по формуле. ХС равно единица, делённая на омега С, или равно единица, делённая на 2ПФС. Отсюда следует, что имкостное сопротивление зависит как от величины ёмкости конденсатора, так и от частоты. Чем больше ёмкость и выше частота, тем меньше емкостное сопротивление. Рассмотрим пример. Найти емкостное сопротивление конденсатора ёмкостью 0,1 мкФ на частоте 50 Гц. Пребразуем ёмкость в фарады и подставляем формулу 8.4. ХС равно единица, делённая на 2ПФС, равно единица, делённая на 2, умноженное на 3,14, умножить на 50, умножить на 0,1, умножить на 10 минус 6. И получается, 10 в шестой делим на 31,4. И у нас получается 31 847 Ом, что примерно равно 32 кОм. Этот же конденсатор на частоте 500 Гц будет иметь емкостное сопротивление ХЦ 3200 Ом. А на частоте 1 МГц ХЦ равно 1,6 Ом, то есть будет представлять собой почти короткое замыкание для токов высокой частоты. Зависимость емкостного сопротивления этого конденсатора от частоты, которая называется ещё с частотной характеристикой, показана на рисунке 8.12. Теперь, когда мы знаем, что представляет собой емкостное сопротивление, можем записать закон Ома для переменного тока через конденсаторы. Напряжение равно емкостное сопротивление, умноженное на ток. Емкостное сопротивление равно напряжение, делённое на ток. И ток равен напряжение, делённое на емкостное сопротивление. Рассмотрим пример. Какой ток потечёт цепи на рисунке 8.14, если конденсатор ёмкостью 8 мкФ подключить к осветительной сети? Преобразуем микрофарады в фарады и находим емкостное сопротивление конденсатора. ХЦ равно 1, делённое на 2ПФЦ, равно 1, делённое на 2 умножить на 3.14, умножить на 50, умножить на 8 и умножить на 10-6, равно 10 в шестой степени, делённое на 314 умножить на 8, и получаем 400 Ом. После чего по закону Ома пишем формулу. Ток равен напряжение, делённое на емкостное сопротивление, и равно 220 В, делим на 400 Ом, и получаем 0,55 А. Очень часто говорят, что сопротивление конденсатора реактивно. Чтобы объяснить это, снова рассмотрим опыт, показанный на рисунке 8.14, задав себе вопрос, Какова мощность, выделяемая на конденсаторе? На первый взгляд, эту мощность можно найти, используя формулу П равно У умножить на И. И мы получим 220 В, умножить на 0,55 А, и получим 120 Вт. Но коснувшись конденсатора рукой, установим, что даже и после продолжительной работы он остаётся холодным. А каждый из нас отвинчивал нагретую электрическую лампочку и знает, какая она горячая. А почему же конденсатор остаётся холодным? Причина в том, что конденсатор – это реактивное сопротивление, то есть в нём максимум напряжения и тока не наступают одновременно, как в активном сопротивлении. Чтобы понять это, припомним, как изменяется ток и напряжение при подключении конденсатора к источнику постоянного напряжения. Это было показано на графике напряжения и тока при зарядке конденсатора от источника постоянного напряжения. Там видно, что в первый момент включения напряжение между обкладками равно 0, а ток – максимальный. После того, как конденсатор зарядится и его напряжение станет максимальным, ток через конденсатор уменьшится до нуля. Упомянутая особенность конденсатора проявляется и тогда, когда он подключен к переменному синусоидальному напряжению. Это показано на рисунке 8.15. Из этого графика следует, что когда ток максимальный, то напряжение между обкладками конденсатора равно 0. А когда напряжение максимально, ток через конденсатор равен нулю. Следовательно, приложенное напряжение и протекающий ток имеют разность фаз 90 градусов и ток опережает напряжение. Поскольку конденсатор – это реактивное сопротивление, мощность цепи тоже реактивная. Чтобы выяснить это понятие, вспомним, что мощность – это произведение напряжения и тока. Из рисунка 8.15 следует, что в первой четверти периода участок 1.2 ток и напряжение положительны. То есть мощность P равно напряжение умножить на ток положительны. Это значит, что за эту часть периода конденсатор заряжается и принимает энергию от электрической сети. Во второй четверти периода, участок 2.3, напряжение положительны. Но ток отрицателен, то есть мощность отрицательна. Это значит, что в эту часть периода конденсатор разряжается и отдает свою энергию обратно в сеть. Точно так же видно, что в третьей четверти периода, участок 3.4, напряжение и ток отрицательны, но мощность положительна. Конденсатор заряжается. А в четвертой четверти периода, участок 4.5, напряжение отрицательна, а ток положителен. То есть мощность отрицательна, конденсатор разряжается. Следовательно, в реактивных сопротивлениях налицо постоянный обмен энергии между генератором и конденсатором. При этом средняя мощность равна нулю. Именно поэтому конденсатор на рисунке 8.14 не нагревается, несмотря на протекающий через него значительный ток. Запомните. Первое. Конденсатор представляет собой систему из двух проводников, разделенных диэлектриком. Единица измерения электрической емкости называется фарада. Третье. Емкость конденсатора можно увеличить, увеличивая площадь его обкладок, уменьшая расстояние между ними или используя диэлектрик с большей относительной диэлектрической проницаемостью. Четвертое. Если пренебречь током заряда, то сопротивление конденсатора постоянному току бесконечно велико, то есть конденсатор не пропускает постоянный ток. Пятое. Сопротивление конденсатора переменному току, то есть емкостное сопротивление, зависит как от емкости конденсатора, так и от частоты тока. При большей емкости конденсатор оказывает меньшее сопротивление переменному току. С увеличением частоты сопротивление данного конденсатора также уменьшается. Шестое. Имкосное сопротивление реактивно. То есть в цепи переменного тока конденсатор непрерывно заряжается и разряжается, так что его средняя мощность, поступающая в конденсатор, равна нулю. Субтитры создавал DimaTorzok